Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 25 апреля, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. От бассейнов до бунгало. Ульяновские пляжи готовят к летнему сезону. Ульяновские сыры, воду и крупы будут продавать в Узбекистане. Уникальный памятник на грани разрушения. Кто спасет дом князя Ухтомского, построенный по проекту Шаде. Учат детей с 19 века. В Ульяновск съехались представители старейших педагогических династий. В Ташкенте проходит международная промышленная выставка Иннопром Центральная Азия. От Ульяновской области принимают участие представители бизнеса и правительства. В планах провести ряд переговоров, осмотреть машиностроительные предприятия Узбекистана. Крупнейшая промышленная выставка на территории СНГ. В эти дни в Узбекистане проходит Иннопром Центральная Азия. На площадке проводят переговоры, подписывают соглашения, ищут поставщиков и презентуют свою продукцию сотне компаний. Сразу 12 производителей продуктов питания приехали на закупочную сессию. Перед этим глава региона встретился с представителями крупнейшего дистрибьютора национальных сетей розничных продаж Belt and Trade Incorporated. Сотрудничество ульяновцев с дистрибьютором обеспечит широкое распространение товаров на территории Узбекистана. А это более 17 тысяч торговых точек по всей стране. Среди потенциальных закупок наших продуктов – сыры, минеральная вода, крупы и мука. Руководитель компании по производству сыров Элла Глебова отмечает, они давно хотели начать сотрудничество с Узбекистаном. На выставку привезли выдержанные сыры из овечьего молока – пекорина и манчега. Мы хотим работать не напрямую с сетями, мы хотим зайти сюда в дистрибьюторский канал, чтобы закрывать не только сети, но и канал Хорика и оптовые поставки. А сориентироваться на иностранном рынке ульяновским компаниям помогает корпорация развития предпринимательства. В прошлом году на Инопроме удалось подписать соглашение с компанией, которая занимается ритейлом строительных материалов. На базе компании заработал торговый хаб, где ульяновцы продавали каменные мойки, межкомнатные двери, котлы и мебель. За год работы наторговали на 100 миллионов рублей. Мы определили различные группы товаров, которые хорошо пошли, некоторые не стартанули. И сегодня наша задача, уже выходя на следующий уровень, а именно в формате Инопрома, мы рассчитываем подписать контракт с нашим партнером, ключевым «Колберггрупп», который как раз занимается дистрибуцией на территории Узбекистана ряда товаров в сегменте строительных материалов, мебели, предметов, интерьеров, межкомнатных дверей. Задача на этот год – привлечь еще 10 компаний и, соответственно, увеличить продажи до 300 миллионов. Не оставили без внимания и промышленный сектор. Губернатор провел переговоры и посетил предприятие «Узавтомоторс Пауэртрейн». На площадке производят бензиновые и битопливные двигатели. Узбекским коллегам представили потенциал ульяновских заводов, среди которых Димитровградский пружинный завод и Симбирский крановый завод. У нас несколько предприятий, которые выпускают электронную арматуру для нефтехиней, для нефтехиновых, для газовой. Плюс осваиваем сейчас производство подружных насосов. Мы посчитали, что было бы неплохо наладить с вами взаимодействие. В результате прорабатываются возможности поставок различных компонентов двигателя, в том числе алюминиевого литья, пружин, пластмассового литья, вкладышей для двигателя. Коллег Алексей Русских пригласил посетить с ответной встречей наш город и поучаствовать в форуме «Сделано в Ульяновской области», который пройдет в мае. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Уллправда ТВ. Скоро лето, а это значит пора отпусков и отдыха. Спасаться от знойной жары хорошо у водоемов. Сразу два новых пляжа откроются в Ульяновской области в июне, в Артеково и в Рыбацком. Как готовится к купальному сезону на втором в нашем материале. Проводить летние выходные с семьей на пляже станет доступнее и комфортнее. В Ульяновской области к пляжному сезону готовится основательно. Появится сразу два обновленных места для отдыха у воды. В поселке Рыбацком в Заволжье работы по благоустройству активно ведутся. Их лично проконтролировал губернатор области Алексей Русских. В летний период этот пляж пользуется большим спросом. Порадует ульяновцев и обновленное побережье в Артеково. Кроме пляжа, который откроется в Рыбацком, в новом городе, открывается еще пляж в туристической деревне Артеково. Это деревня, которая совмещает в себя и детско-оздоровительный лагерь, и турбазу. И теперь собственники там открывают такую комфортную зону отдыха для времяпровождения у воды, для купания. Совершенно безопасная, потому что будет и присутствовать спасатель, и будет завезен новый песок. В принципе, там работа уже даже заканчивается. Комфортным и безопасным станет и пляж в Рыбацком. Появится летнее кафе, бар с прохладительными напитками, открытые и закрытые бунгало для отдыха всей семьи. Фонтанчик с питьевой водой, раздевалки, душ, детская площадка. В аренду можно будет взять шезлонг и искупаться в чистом бассейне. На береговой линии будут работать спасатели и медицинский пункт. Вход на пляж бесплатный, а вот за шезлонги, бунгало и бассейн придется заплатить. Цены демократичные. Целый день на лежаке с купанием в бассейне обойдется примерно в 700 рублей, а детям дешевле в два раза. У нас интересное название, мы долго над ним думали. Название Бризо, что от греческого обозначает богиня, которая была покровительницей моряков, рыбаков, мореплавателей. Также мы делаем уклон на бассейн, потому что мы знаем, что Волга у нас начинает где-то в начале июля где-то уже цвести. Можно будет комфортно отдыхать около бассейна и система фастфуд. Это очень удобно, тоже можно зайти покушать и взять с собой покушать. Обустройство пляжа завершат к июню. Благоустройство территории ведется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект реализуется с привлечением федеральных средств. Так, на пляж в Рыбацком выделили 5,5 миллионов рублей, а предприниматель добавил еще дополнительно 15 миллионов. Ульяновск привлекает туристов своей архитектурой в стиле модерн и деревянным зодчеством. Во многих российских городах подобных строений уже не увидишь. Более того, у нас сохраняется мемориальный квартал, единственный в мире музей-заповедник 19 века под открытым небом. К сожалению, на его территории не все благополучно. Мы продолжаем наш разговор об охране памятников культуры и истории. Единственный деревянный двухэтажный дом, построенный по проекту известного симбирского архитектора Августа Шаде, который когда-то принадлежал князю-попечителю больниц Михаилу Ухтомскому, находится по адресу Льва Толстого, 61. Мимо него трудно пройти и не заметить. Даже в нынешнем перекосившемся состоянии дом выглядит величественно. Здание находится в границах территории мемориального квартала музея-заповедника Родина Ленина. Однако собственниками являются жильцы вдоль из города. Как считает директор музея-заповедника Ирина Котова, дом необходимо срочно реставрировать. Иначе уникальный памятник культуры и истории можно потерять навсегда. Дом в ужасающем состоянии просто. И, конечно, этот памятник мы теряем. То есть решение о его реставрации, конечно, очень дорогостоящее. Но мне кажется, что надо его принимать, потому что промедление смерти подобно. К сожалению, жильцам приходится бороться за существование дома, прибегая к судебным разбирательствам. Спасти объект культурного наследия своими силами они не в состоянии. После капитального ремонта дома, по постановлению мэра, получили ордера жителей. Здесь в доме 11 квартир. И с 1997 года практически все в одно время переехали сюда, получили ордера на жилье. До этого около пяти, даже, наверное, больше лет он был на капитальном ремонте. Но недолго радовались жильцы отремонтированному дому. Вскоре после заселения фасад дал трещину. Времена были тяжелые, конечно, строительных материалов не хватало. Поэтому, я думаю, так вот и получилось, что капитальный ремонт был проведен некачественно. И отсюда все проблемы возникли. Потому что буквально через три года, после заселения, мы начали уже обращаться к городским властям, областным властям. Но ошибки, которые были допущены при капитальном ремонте, никто не хотел помогать исправлять, ссылаясь на отсутствие средств. В свое время дом этот ремонтировался по проекту Института спецпроекта реставрации, технологии, которые наш дом сделал. Вот, в 98-й. То есть, когда между старым срубом и обшивкой засыпался керамзит. Ну, это была такая технология, которая во многих случаях себя очень даже оправдала. Ну, просто все требует грамотной эксплуатации, все требует своевременного ремонта. Ну, вот наш дом стоит. В итоге, не получив никакой помощи, жильцы дому пошли в суд. В 2015 году вынуждены уже были обратиться в районный суд Ленинского, района города Ульяновска, чтобы по иску к мэрии, чтобы отремонтировали капитально этот дом. Решение состоялось в нашу пользу. И в декабре 2015 года было судебными приставами, исполнителями было открыто производство. Как говорит Владимир Иванович, решение суда до сих пор не исполнено. Практически каждый год жильцы обращались к городским властям, но кроме отписок ничего не получали. Нашей съемочной группе удалось получить ответ и от администрации. В управлении ЖКХ нам рассказали, что прежде чем приступить к работам, необходимо разработать проектно-сметную документацию, согласованную с Управлением по культурному наследию. Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет где-то порядка полутора миллионов рублей. Данных денежных средств в бюджете муниципального образования города Ульяновска в 2023 году не предусмотрено. Будет рассматриваться данный вопрос при формировании бюджета на 2024 и последующие годы. В настоящий момент на администрацию города выписано 353 исполнительных производства по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, на что требуется около 5 миллиардов денежных средств. А что же конкретно по данному дому? По этому дому, если финансирование будет на разработку проектно-сметной документации, то, соответственно, в 2024 году будет разработка проектной документации, а в последующие годы при финансировании данной строчки капитальный ремонт по судам будут выполняться работы. Пока результат бездействия налицо. Фундамент рассыпается, крыша течет, углы дома в трещинах, фасад пошел волной, наличники скоро отвалятся. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ В Ульяновской области пресекли действенность ячейки экстремистской организации «Аристанское уголовное единство». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что лидером и идеологом запрещенной организации, сформированной по этническому принципу, является 50-летний житель Димитровграда. Под его руководством участники пропагандировали криминальные традиции социальное поведение, ненависть, агрессию и насилие в отношении представителей правоохранительных органов. Также собирали деньги для финансирования представителей криминальной среды, отбывающих наказание в местах лишения свободы. На основании переданных у ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Ульяновской области в отношении организатора ячейки АУЕ и трех активных участников отпуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1, частью 2 статьи 282 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации организации участия в деятельности экстремистской организации. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены изъяты средства мобильной связи, банковские карты, холодное оружие, записи незаконных финансовых операций, крупная сумма денежных средств, предметы с запрещенной символикой. Ишемическая болезнь сердца – серьезное и опасное для жизни заболевание. Благодаря современным технологиям ульяновские врачи предотвращают приступы, инфаркты и образование тромбов. Как проходит диагностика и лечение узнавала наша съемочная группа. Проверка артерий – обязательная диагностика для людей, страдающих ишемической болезнью сердца. В современной медицине ее делают рентгеноконтрастным методом – коронарной ангиографией. Благодаря коронарной ангиографии доктора могут оценить, насколько высоки риски сердечно-сосудистых осложнений у данного пациента. Просто в качестве сравнения. В ряде случаев пациент не подозревает, что у него есть ишемическая болезнь сердца, она, тем не менее, протекает и, в конце концов, вливается в острый инфаркт миокарда. Уже несколько лет в государственных больницах пациенты могут сделать эту диагностику бесплатно. Для этого нужно обратиться к кардиологу или терапевту, который даст направление на обязательное обследование перед коронарной ангиографией, анализы крови, ЭКГ и другие. При обнаружении патологии во время коронографии через небольшой прокол в руке пациенты устанавливают стенд для восстановления кровообращения. Это проходит намного быстрее и безболезненнее, чем экстренная госпитализация. Каждый день в нашей операционной проводится более 15 операций. Из них 15 как раз-таки коронарографий. И 10 из них переходят в стентирование, то есть операция на сердце, для лечения атеросклероза сосудов нижней конечности. И в день где-то делается дополнительно две имплантации ЭКС для работы и помощи пациентам с аритмиями. В среднем на ангиографии делается более 3000 операций в год, половина из которых – стентирование. Пациенты, которым операцию уже сделали, довольны и результатом, и качеством медицинских услуг. Было инфаркт, тяжело. Меня сразу на скорую сюда. Благодаря нашим грамотным специалистам из современной аппаратуры мне поставили стенд, боль у меня ушла. Врачи напоминают, что при обнаружении у себя любых признаков патологии сердца – отдышки, тихикардии, боли в груди и других – нужно обратиться к кардиологу. Если же у вас участились приступы стенокардии и нет облегчения от лекарственных препаратов, а приступ длится более 20 минут, незамедлительно вызывайте скорую помощь. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ. Педагоги с многолетним стажем и опытом поколений рассказали историю своих семей, поделились мудростью накопленной за годы работы с детьми. На пленарной сессии с участниками пообщался министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, а перед началом заседания в педагогическом университете открыли именную аудиторию педагога и просветителя Константина Ушинского. С конца 19 века члены семьи Шутовых-Власовых не видят себя нигде, кроме педагогики. Началась трудовая династия с Александры Власовой. Она работала гувернанткой у барыни Аненковой. За хорошую работу с детьми госпожа подарила Павлопосадский платок и фарфоровый чайник. Теперь это семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. И даже через 100 лет потомки Александры Власовой продолжают выбирать профессию учителя. У нашей прабабушки была дочь Елена Власова. Она тоже продолжила нашу династию в Вишкаемском районе. Работала учителем 42 года. Затем династия передалась ее дочери Маргарите Васильевне и сыну Николаю. Жена Николая тоже была в педагогической династии у нас. И моя бабушка Маргарита Васильевна Власова передала свои педагогические навыки своей дочери Шутовой Ирине Алексеевне. А я уже приняла все к себе и тоже решила пройти по этой дороге. Большое внимание педагогики уделяют и в семье Елены Власюк из республики Коми. Ее папа и мама оба из педагогических семей. Начало их династии исчисляются с конца 19 века. Сама Елена по образованию политолог и юрист. Но когда в ее селе понадобился учитель истории, она без сомнений пошла преподавать. Продолжательницей династии готовится стать и ее 12-летняя дочь. Ребенку у меня 12 лет. Она у меня очень творческая. Занимается, вот кстати, как и наши педагоги в нашей династии, пулевой стрельбой она занимается. Очень любит рисовать, занимается музыкой на гитаре. И мы тоже шутим, что каким учителем ты станешь. Музыки, рисования, может быть по стрельбе будешь тренером. Она говорит, нет, я русский язык люблю. Я, наверное, буду учительницей русского языка. Старейшие педагогические династии со всей России собрались под крышей одного из старейшего педагогического вуза страны. Их поприветствовал в дистанционном формате министр просвещения России Сергей Кравцов. Елена Власюк привезла из родного региона альманах с династиями Республики Коми. В разговоре с Сергеем Кравцовым она предложила создать такую же книгу в бумажном формате, в которую войдут представители всех педагогических династий России. Татьяна Шутова из Ульяновской области предложила в год педагога и наставника учредить конкурс или премию для пять династий. Инициативу поддержали в правительстве региона. Министр просвещения одобрил обе идеи. Повести всероссийский конкурс педагогических династий с вручением переходящего кубка. Кубок предлагаем мы сделать из нашего камня Синдерцит. Он встречается только в Ульяновской области, больше всего нигде нет. Там будет возможность нанесения на кубок фамилии. Поэтому переходящий в этот конкурс проводить, наверное, будет правильно раз в пять лет, поскольку изменения педагогических династий за это время происходят. Кто-то заканчивает институты, кто-то женится и добавляется в семьи. Пленарная сессия прошла в аудитории великого русского педагога и просветителя Константина Ушинского. Ее торжественное открытие прошло накануне мероприятия. В присутствии почетных гостей, педагогических династий, народных учителей России и студентов вуза. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Уллправда ТВ. 25 апреля – день рождения чувашского языка. В качестве даты празднования был выбран день рождения знаменитого ученого-лингвиста, просветителя, филолога, занимавшегося изучением чувашского языка и основоположником новой чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева, которому исполнилось бы 175 лет. Наш корреспондент Ирина Антонова посетила дом, где жил в Симбирске Иван Яковлев. Далее смотрите в нашем материале. 25 апреля, в день рождения чувашского просветителя, педагога Ивана Яковлевича Яковлева, весь чувашский народ во всех регионах страны широко отмечает 175-летие своего патриарха. Мы предлагаем заглянуть в святая святых, где жил и работал Иван Яковлевич в последние годы жизни в Симбирске. Мы сейчас с вами на том месте, где уже находится целый комплекс бывшей Симбирской чувашской учительской школы, который включал несколько зданий, потому что это была школа-интернат для крестьянских детей. И так как школа-интернат, нужны были и спальни, и учебные классы, и квартиры учителей, столовые, актовые залы. На территории бывшей Симбирской чувашской школы находятся шесть зданий. Не сохранились только мелкие хозяйственные постройки. Этот комплекс появился лишь после того, как Иван Яковлевич закончил гимназию в Казанский университет и стал инспектором чувашских школ. Здесь в начале 20 века обучалось около 300 юношей и девушек. Здесь же были квартиры для учителей. А на втором этаже главного здания находилась служебная квартира семьи Яковлева. Что делали сотрудники, которые восстанавливали вот эту квартиру? Они переписывались. Переписывались с внучкой, с внуками, которые видели своих бабушек и дедушек здесь, в этой квартире. Именно внуки подсказали, где и какие комнаты находились, как и какая мебель стояла. Когда открылся музей, было восстановлено всего две комнаты – кабинет и столовая. В дальнейшем воссоздали все шесть комнат квартиры Яковлевых. Тот рабочий кабинет, в котором мы с вами сейчас находимся – это кабинет, рабочий кабинет Ивана Яковлева. Нам ценно то, что на написанном столе, который находится рядом, вот здесь рядом у окна, находятся личные его вещи. Здесь можно увидеть и нож для разрезания бумаги. Кстати, этот нож привезла его жена из города Иссентуки Екатерина Алексеевна Яковлеву в подарок своему мужу. Здесь же на столе всегда находился такой камень, который Иван Яковлев когда-то привез из поездки за границей. История о том, чем этот камень так понравился Ивану Яковлевичу, до нас не дошла. Но он всегда лежал на этом столе и использовался как пресс-папье. На столе стоит подлинная чернилица Яковлева, а над столом висит зажим для бумаги в виде человеческой руки. Многие эти предметы были отданы в дар Ульяновскому музею из Чувашского национального музея. В кабинете над турецким диваном висит портрет Ивана Яковлевича Яковлева. Он был написан его невесткой, художницей Ольгой Петровной Преклонской, женой старшего сына Алексея. Портрет был растиражирован в виде гравюр. На портрете, как обычно, Иван Яковлевич изображен с большой бородой. И про него говорили, борода у него была, как у библейского пророка. И он, кстати, своим двум сыновьям, Алексею Николаю, говорил, Если Бог создал тебя мужчиной, то ты обязательно должен носить бороду. Напротив кабинета находится столовая, где любила собираться вся семья. Иван Яковлевич, его жена Екатерина Алексеевна и трое детей – Алексей, Лида и Николай. На столе стоят личные вещи самого Ивана Яковлевича. У него было свое любимое место. Как раз там сейчас стоит его любимая чашка и блюдце. По центру стола лежит специальная дорожка с вышивкой, изготовленная Екатериной Алексеевной. На ней находится стеклянный графинчик, соковыжималка для лимона и тарелки. Всеми этими предметами когда-то пользовались Яковлевы. Об этой столовой сохранились очень хорошие воспоминания старшего сына Алексея, который вспоминал. Мама проверяет тетради, а папа читает. Читал он замечательно. Казалось, что герои сходят со страниц книг. И часто я под такие вечерние читки засыпал. И засыпал под мерный звук стенных часов. Кстати, эти часы находятся на стене в экспозиции музея-столовой. Это те самые часы, которые когда-то были свидетелями всех событий этой квартиры и всех событий семьи Ивана Яковлевича Яковлева. В юбилейный год, названный также годом педагога и наставника, Музей-заповедника Родина Ленина подготовил обширную программу празднования 175-летия Яковлева. Впереди проведение школьной научно-практической конференции 11-й Малые Сытинские чтения, продолжение реализации проекта «Сад Ивана Яковлева. Возрождение» и презентация новой туристической программы «Яковлев Тур». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. 26 апреля в Ульяновской области ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь. Температура днем составит 19 градусов тепла. Ветер южный до 15 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова